Девушки отдыхают В этой серии уже будет 5 лет нашей мертвячке И 6 лет нашему Альфу, когда мы их родим И как ты мог уже оценить Я сегодня стараюсь быть более позитивным, бодрым и веселым Потому что сейчас сидел перед серией И как-то настраивал себя на то, чтобы быть веселым, бодрым Несмотря ни на что Вот просто несмотря ни на что И спасибо вам, друзья, спасибо вам, друзья, большое за ваши комментарии Вы подтвердили мои слова И даже некоторые поблагодарили меня за то Что действительно я пытаюсь как бы отвлечь Отвлечь от этих ужасных событий И себя, и вас И что-то позитивное привнести в этот мир Друзья, вам большое спасибо Я вижу, я понимаю, что я абсолютно прав И да, мы будем продолжать привносить в этот мир что-то хорошее Я ни в коем случае не призывал, не призываю к тому, чтобы не следить за тем, что происходит Не обращать на это внимания Нет Мы должны все за этим следить Мы должны сочувствовать тем, кто страдает от этих событий И быть всем вместе, друзья Однозначно Даже никаких сомнений Но Постоянно пребывать в этом болоте этого негатива Вот это я не предлагаю Я предлагаю хотя бы иногда Отвлекаться на что-то позитивное Тогда и мир вокруг изменится, мой друг Тогда и мир вокруг изменится Я надеюсь на это Поэтому Будем с позитивом В этой серии Рождать наших прекрасных волчаток Будем их с любовью Скармливать Лелеять Играться с ними Любоваться ими Сохранишь свое просто Психическое здоровье Иначе рехнуться можно Того, что происходит вокруг Все, выбираем логово Сейчас надо будет дать ему название Ну, назовем мы его Так, как и волк генерал его называл в свое время А именно Генеральный штаб Да, генеральный штаб Генеральный Нет, генеральный Генеральный штаб Все Такое же название Потому что мы следуем В этом прохождении Мертвячкой По стопам волка генерала Территорию такую же сделали Как делал волк генерал Все те же логово нашли В том же самом логове сейчас Поселились Будем рожать волчат И день рождения Настает нашей мертвячкой Пять годиков ей Просто офигеть Так, у нас новая здесь У нас тут много новых Нет, это не новые Это у нас уже такие были Мы, собственно, их выбирали Это для того, чтобы волчат больше рождалось И они легче Ну, с большим шансом выздоравливали И так далее У нас, получается, опять такая есть, да? Ну, я думаю, ее же будем брать Так, да, описание то же самое Все Территориальная сила В прошлый год я не брал Вот эту обилку Территориальная сила Мощь территории Потому что Потому что нам не нужно это было Мы играли без территории Мы играли без логова Мы играли в траве Сейчас мы не будем играть В траве без логова Без территории Нам нужна будет территория Поэтому, возможно, нам это даже нужна будет На этот раз На этот раз, наверное, нужна будет Так, я же могу три выбрать Ну, наверное, вот так все три выберем, да? Тогда не будем брать здесь никакие умелки Так, вообще, давай подробнее почитаем Что это территориальная мощь Напомним себе и тебе, мой друг Может, тут и не видел Так, сила территории падает более медленно Вой Один раз в 24 часа дает Буст К силе всех других Клеток в вашей территории А вопрос, сколько это? Насколько много? Получается-то, в принципе Слушай, можно без нее даже обойтись Не слишком-то и важная умелка Не слишком-то и нужная Кстати, больше ее не будет В следующие годы жизни Мертвячки Вообще другие все будут Кстати, вот, наверное, да? Нюх Да Это мультиплееры, игроки были, которые По запахам, там, доносящимся от От оленей Определяли расстояние до них Мой друг, в следующем уже Это цикле уже будет У нас это умелко откроется Посмотрим, что это такое Очень интересное Так, ну, это я забегаю вперед Нам сейчас пока не до этого Так, территориальная сила Не слишком-то сильно нужна Ну, медленнее клетки будут падать И раз в сутки повыл И сколько-то прибавится территориям Неизвестно сколько Ну, давай, ладно, возьмем А что нам по большому счету Нужна там сила какая-нибудь? Ну, я думаю, обойдемся Давай посмотрим, сколько это Мне просто любопытно Сколько там прибавляться-то будет Раз в 24 часа И насколько медленно будут падать клетки Давай возьмем Так, это мы У нас было Все годы мы брали эту обилку Это молодая Молодая кровь Молодая сила Или как там она переводится С большим шансом Рождаешь больший приплод Ну, в смысле волчат Больше рождаешь Слабые В смысле больные волчата Быстрее, лучше восстанавливаются Активнее рычим Соответственно, больше пугаем Врагов всех наших И так далее Больше шанс получить Хорошего какого-нибудь партнера себе Проще за ним ухаживания Нам это не нужно Но Тем не менее Ну да, и больше Больше волков Потенциальных партнеров будет Нам интересно Из-за того, чтобы больше волчат родить И чтобы они легче выздоравливали Чтобы меньше у нас было Смертей от болезней Да, мы для этого возьмем Возьмем все-таки силу территории Не буду я брать вот стамину здоровья Сила Обойдемся Так, а вот это Вот это я вообще не знаю Что это такое Хорошая память Ваша стая Пахучие посты Вашей стаи Это которые отметки мы ставим Пахучие посты Когда дважды метим территорию В одном месте Отображаются на карте Да? А зачем? А зачем мне знать Где они отображаются Причем только моей стаей Твоей стаи Пахучие посты Появляются Отображаются Появляются на карте Отображаются на карте Начинают отображаться на карте А зачем мне это? Я же У меня нет нужды бегать По моим пахучим постам И их Перемечать как бы Да? Ну чтобы силу Восстановить клетки Мне же достаточно В любом другом месте Клетки В абсолютно любом Так же дважды пометил Это занимает буквально Там 2 секунды Ну 3 секунды И все Новый пахучий пост Устанавливается Новая пахучая отметка И все И соточка Клетки сила Какая-то абсолютно Ненужная способность Это я так понимаю Сейчас будут метки Какие-то на карте Ищу моих пахучих постов Я надеюсь их можно будет Отключить Потому что ну это Фигня какая-то Все логово Которые вы нашли О, вот это интересно! Все логовы, которые вы нашли на топком ручее в этом году, остаются открытыми на следующий год. А я могу их найти и после того, как возьму эту обилку, да? На следующий год. А, на следующий год у меня опять такая способность будет, если что. А, на все время теперь будет такая способность. Ой, мой друг, это логово можно не искать. Да, в мультиплеере тоже были игроки, которые имели эту способность. Наконец-то теперь у меня самого такая способность будет. Ну, по крайней мере, у мертвячки. А если что, сразу говорю, за мертвячку нельзя в мультиплеере играть, она железный волк. Поэтому потом... Только не пишите в комментариях, ты теперь за мертвячку играй в мультиплеере с командами. Нет, из нее нельзя играть. С железных волков не играется. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Будут открыты в следующем году. Так что ты... Ты, короче, не будет нужды тебе искать снова те же логово. Ну, для того, чтобы завершить квест на захват территории этих 15 клеток. То есть там, я так понимаю, даже в квесте будет выполнено сразу то, что у нас логово известное. Ну, я понял. Клетки все равно придется захватывать 15 клеток. Ну, это разумеется, само собой. Каждый тип логова, камень, дерево, пень или нора, имеет собственную иконку в режиме запахов. Когда мы запахом пользуемся. Нюхом, в смысле. В режиме нюха. Ну, давай выбираем это. Вот эта вот хорошая память мне очень интересна. Последняя. Такое у нас уже было. Брали и опять возьмем. Ну, это реальная сила, честно говоря, как-то не очень. Не очень неумелка. Ну, давай возьмем ее. Просто посмотрим, как она работает. Дальше такой не будет. Поэтому давай. Ну, все, двигаемся. На пятый год жизни. Мертвячка. Ух ты, мать твою, что-то много родилось. Семь штук. Семь штук! Да ладно! Нифига себе она разродилась в этом году. Слушай, я думал, штук пять будет. У нас первый год было семь штук. Потом на второй год было шесть штук. В прошлом цикле. А сейчас опять семь. Я думал, пять будет. Она же стареет. Мой друг, вот. Вот тот самый позитив, о котором я говорю. Представляешь, сколько мы родили волчат. Офигеть! Так. Просто офигеть. Так, сейчас мне нужно сообразить по моей шпаргалке. Ой, по-моему, будут проблемы у меня. По-моему, будут проблемы. Слишком много мальчиков родилось. Слишком много мальчиков. Охренеть! Сколько мальчиков. Спасибо вам всем, друзья, за ваш комментарий, предложение имен. Они очень сильно пригодятся сейчас. Очень нереально сильно пригодятся. Так, мне нужно минутка сообразить. Классные имена предложили. Так, подожди-ка. Тут много мальчиков слишком. Сейчас пока на экране у тебя отображаются комментарии ваши чудесные, прекрасные, креативные. Очень творческие. А я пока... Пока ты их видишь, а я пока пытаюсь пока сообразить. Так, я больше как-то женских имен выбрал. Ну, потому что всегда как-то больше девочек и больше девочек рождается. Ну, будем сейчас, значит, переименовывать девочек, мальчиков. Ну, в смысле, имена менять. Так, во-первых, какая у нас там девочка самая-самая-самая первая? Ну, ты у нас девочка самая первая. Тебя мы назовем... Тебя мы назовем... Мира. Почему Мира? Потому что это то, чего нам всем не хватает. Именно этого. Поэтому самую первую девочку, первенца среди девочек мы назовем Мира. Это то, чего я желаю всем нам, друзья. Независимо ни от чего. Был такой, один из первых комментариев, было такое предложение так назвать. Отличный, отличный вариант. Так. Еще одна девочка у нас остается, все остальное мальчик. Офигеть. Офигеть. Проблема в том, что я выбрал-то в основном... Я сейчас в тупике, мой друг, поставлен в тупик игрой из-за того, что столько мальчиков родилось. Я выбрал имена, ну, в том числе, там, самые залайканные варианты, самые часто употребляемые и так далее. Но это не беда. Беда в том, что я также выбрал имена, которые дают отсылки... Ну, вот ваши имена, то, что вы предлагали, которые делают отсылки на волчат-волка-генерала. Потому что мы идем его стопами, и я вас, как бы, предлагал... Даже не просил, хотел сказать просил, но не то, что просил, но предлагал. Как бы, возможно, сделать какие-то отсылки на волчат-генерала, и да, да, очень многим идея эта понравилась, и очень много было комментариев. Да, больше половины, мне кажется, где отсылки просто, отсылки к волчатам, волка-генерала. Но проблема в том, что у него там девочки-то одни были, там был клык, и все. А все остальное девочки. Фудзибуси, Мизуми-Мизуки и Юки-Юми. И, соответственно, отсылки тоже к их именам, они тоже, получается, женские. А у нас мальчики одни родились сейчас. Вот я сейчас сижу и думаю, как бы, как бы, и будто вот в этой ситуации. Ну, значит, будем мальчиков называть женскими именами, я не знаю. Так, у нас еще одна девочка осталась. Так, ну, мальчик вот первый, который родился, давай, ладно, сделаем то, что проще, а дальше я еще буду думать. А первый мальчик, который у нас родился, первенец, назовем его Клик. Ну, то есть, отсылка к Клык. Понятно, да? Клик. Блин, дальше я не знаю. А дальше у меня женские имена тут. Ну, и среди мальчиков еще имя, которое чаще всего предлагалось, это Лаки. Лаки. Абсолютно мужское имя. Счастливчик переводится с английского. Надеюсь, он будет счастливчиком. Надеюсь, он не заболеет смертельной болезнью и ли койоту его не утащат. Вот. Посмотрим, оправдается ли его имя. Это и из того, что чаще всего предлагалось по мужским именам. А по женским именам чаще всего предлагалась Белка. Белка, да, больше всего предлагалось. И в том числе это имя входит в самые залайканные комментарии с именами вашими. Белка. Я там, правда, не знаю в залайканных комментариях, какие именно имена нравились людям, что они ставили лайки, потому что там, ну, комментарии, там, 10 имен, да, и там, 6 лайков под ним. Я же не знаю, какому имени поставили лайки. Возможно, что разным. Одному человеку одно имя понравилось в этом списке, он поставил лайк. Другому человеку другое, третьему третий, да. А потом я пришел седьмой, и как бы я не знаю, какому имени там лайки были поставлены. Получается, всем, да. Ну вот, Белка входит в число этих имен, которые были в залайканных комментариях, плюс оно встречается во многих комментариях, больше всего. Может, переделать в мужское имя, в мужское как Белк. 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 Просто отсылки, имена с отсылками к волчатам генерала. Блин, извините, мой друг, я сейчас время трачу просто миллион. Блин, я не могу сообразить. Я такого вообще не ожидал. Никогда я не сталкивался с такой ситуацией, что одни мальчики родились. Все-таки как-то девочки рождаются. И готовлюсь к тому, что девочки радиации. И просто я уже объяснил, отсылки-то к женским именам идут. Дочек волка генерала, у него было три дочки и один сын. Смотри. Вот Белка, да, я упомяну. Я просто думаю, это мужское, можете имя переделать. Отсылки к именам дочек волка генерала следующие. Отсылка к имени Мизуми Мизуки была предложена многими людьми. Это самый частый вариант, предложенный в комментариях. Митсуки. То есть Митсуки, это отсылка к Мизуми Мизуки. И есть отсылка к Фудзи Буси. Тоже, кстати, несколько человек предложило. Ну, видно, что каждый придумал как бы самостоятельно это. Руководствуясь там разными принципами, возможно, не знаю. Бусинка. Фудзи Буси Бусинка. Отличное имя, кстати, хорошее, красивое. Вот. А вот отсылки к имени Юки Юми. Даже не обижайтесь, несмотря на всю креативность и оригинальность ваших имен. Я как-то не увидел ничего такого подходящего. Это, во-первых. Ну, там были варианты в основном переставить наоборот. Не Юки Юми, а Юми Юки. И всякое вот в этом роде. Какого-то красивого имени я так как-то не нашел, друзья. Уж извините. Это, во-первых. А во-вторых, у нас уже была отсылка на Юки Юми. В первом выводке нашей мертвячки у нас же там волчонок был Юки, коротышка, которая была слабая, болезненная. Даже в некотором роде повторила судьбу своего прототипа Юки Юми из детей волка генерала. Поэтому у мертвячки уже есть волчонок Юки, который является прямой, непосредственной отсылкой к Юки Юми. Поэтому еще раз отсылку к Юки Юми давать, думаю, даже неуместно, наверное. К тому же там... Ну, я как-то не увидел, извините, каких-то нормальных имен таких, как классных. Вот как Бусинка, да? Вот Бусинка классное имя мне нравится. Вот я сейчас думаю, последнюю девочку, которая осталась... Как назвать-то, а? Митсуки, Бусинка или Белка? Просто остальные тогда придется переделывать в мужские. Так, давай подумаем. Белка, Белк, наверное, мужское будет. Или Белок. Белок как-то не очень звучит. Белк. Белк, в принципе, да, можно переделать в мужское. Митсуки. Митсук. Митсук. Бусинка. Бусик. Бусик, Басик. Бусик. Бусик. Бусинок. Бусинк. Я не знаю, мне кажется, вот Бусинку как-то меньше всего можно переделать в мужское, поэтому давай. Я предлагаю, вот это будет Бусинка. Вот это будет Бусинка, все, давай, заканчивай. А то это будет полчаса называть. Блин, я уже 20 минут. Мы нечем занимаемся. Так, Бусинка, тогда мальчик этот будет у нас Белк. Ну, а что поделать, Батрук? Приходится как-то изворачиваться. Это будет Митсук. Это будет Митсук. Так, а еще одного как назвать? Блин, да я уже не планировал, что 7 имен будет, я столько даже не выбирал. Так, подожди-ка. Подожди-ка. Придется, 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 придется смотреть, придется, придется, придется смотреть в комментариях, что, 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 что было, что было предложено. Сейчас буду, да, изучать Что там было Что еще было в комментариях Сейчас буду что-то еще выбирать Еще какое-то имя, подожди-ка Прям в режиме реального времени Прям в прямом эфире, представляешь? Буду сейчас изучать Это я сортирую для того, чтобы все Наши сотрудники работают удаленно Нужен только компьютер Комментарии были видны Скрывает игра Комментарии, потому что тут как бы набор Ну как бы разрозненных слов Ютуб это определяет, ну я так понимаю Я не знаю как это работает, я так понимаю Ютуб это определяет как набор какой-то фигни То есть он не понимает, что это за набор слов И типа зачем, и воспринимает это как спам И скрывает его Даже некоторые комментарии ваши реально в спам улетают С пометкой там Я их разрешаю Для видео Потому что Ютуб как-то вот не очень дружит С такими вот подобными именами Кстати, а вот этот комментарий я еще даже не видел До съемок видео 15 минут назад Вот давайте Друзья, давайте возьмем какое-то имя Из этого комментария, которое вот 15 минут назад Человек написал То есть я уже снимал эту серию И человек только написал это Ну лаки, лаки уже есть Вот я же опять же говорю Вот Митсуки, видишь? Даже там комментарии Собственно эти имена повторяются И об этом и сказал Что я не просто так выбираю имена Я анализирую Кто что написал Развеселил ты меня и отвлек от войны в нашем мире Спасибо тебе за крутые видосы Тебе спасибо, Влада Климак Климак, не знаю, извини Не знаю, куда ударение Извини, если неправильно почитал Это тебе спасибо Вот видишь, в очередной раз Вы подтверждаете, да Все я правильно говорю Нужно, нужно хотя бы на полчасика отвлечься И сменить негатив на Хотя бы на полчаса на позитив И сразу станет в мире лучше И тебе станет спокойней Хотя бы на полчаса Чтобы совсем не безумить от происходящего Давай возьмем у Влада О, как раз самцы она рассорчировала Отлично, спасибо Сапфир, Муфи, Акела Акела был уже Персик, Мифин Мифин, Корель Корель, может быть Корель, возможно, не знаю Джоки Сапфир, Муфи, Акела Был так Персик Ну как-то, не знаю Для мальчика Персик не очень, по-моему, имя Корель Может Корель, назовем Корель Я даже не знаю, что там, честно говоря, ударение Корель, Корель Корель Может быть Корень Это опечатка, возможно Нужна Корень 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 Может Корнем назовем Давай Корнем назовем Хорошо, все Мы решили Спасибо Будет Корень Я не знаю, может Корель там имелось в виду Будет Корень Он последний у нас Самый нижний в списке Он Он словно корень этого дерева Видишь, это корень А это ствол пошел А это ветви нашего дерева Нашего дерева Которое увенчано по центру Миром Верхушка нашего древа Мира Это мир Мира Все Давай вот так И поступим, мой друг Фух Кое-как справились Это все как-то в комментариях Наша бусинка Давай, выходи Выходи, роднулька Сейчас будем всеми волчатками нашим любоваться Так, а где А где альф мой? Как всегда А, он в норе сейчас вылезет тоже Бусинка, малышка моя Смотри, какая красивенькая Хвостиком виляет Белка вышел Ой, смотри, какой дымчатый Какой необычный Волчонок, кстати Белка С альфой ему отрыгнет Ну, корми Митсук Да, такие вот странные имена у нас Волчаток Каждый выходит Вот, заметь И здоровается со мной, да? Каждый прыгает Хвостиком машет Здоровается Радуется миру Смотри, какой классный у нас Денек Светлый Солнечный Радостный Класс Клик вышел Шоколадненький Так, корень А ты со мной поздороваешься? Да, корень со мной поздоровался Так, кто-то еще должен выйти Мира Мира вышла последней Нет, не последний Лаки вышла последним Я надеюсь, Мира, ты Наступишь Не последний Так, ладно Мы говорили, будем только радоваться Лаки Все Все вышли Все вышли Вот такой у нас выводок гигантский Семь волчат Блин, вообще на такое не рассчитывал Да еще одни мальчики Офигеть Вот они подставили мальчики эти с именами В следующий раз буду готовиться лучше, мой друг Чтобы и больше имен было Я не рассчитывал, что только будет волчат И тем более, что с ним мальчик еще будет Блин, ну как Никогда такого не было Теперь надо готовиться к любым ситуациям в следующий раз На следующий цикл жизни Мертвячки И цикл рождения волчат И надеюсь, он доживет Да, по-любому доживет Несмотря на то, что у нас максимальный уровень сложности Перманентные смерти Меня, моего партнера Железный волк Нет никаких сохранений Перезагрузок Так, что у нас по весу волчаток Давай посмотрим Блин, фунт У Лаки Лаки у нас Действительно, нашему Лаки Потребуется Потребуется удача Мой друг Да Потребуется ему удача Что-то он на коротышку смахивает Вес у него очень маленький А корень, кстати Корень у нас самый коренастый Смотри, 5,8 Самый коренастый Самый Самый жирный волчонок Просто жирный волчонок А вот Лаки Действительно, удача потребуется нашему Счастливчику, да Чтобы он от болезни не умер бы Вот что я волнуюсь Максимальная сложность Смертельные болезни, которые вылечить нельзя Да Еще и самый маленький у него вес Что ж, надеемся, что будет все хорошо Будет все прекрасно Так, давай А кормите им здесь отрыгивать Чтобы они не разбегались Кальфу не бежали туда Так, он им еще будет отрыгивать Или он уже все? Ой, да он еще будет и будет Отрыгивать Будет и будет Так Понимаю, с соткой мы начали Не-не-не-не-не Давай здесь им отрыгивай Так, а вообще, наверное, уже не нужно А, нет, как не нужно? Они по половинке По половинке По полтинечку Сытости у них Ой, смотри, сколько волчат у нас Просто офигеть Давно я столько волчат не видел Хотя, заметь На этот раз я Ни капельки не волнуюсь И Тому, что Сколько у нас волчат Ты помнишь Когда я впервые Мертвячкой родил В первом цикле Столько волчат Семеро Ты помнишь, в каком я Шоке и ужасе был И трепете Нет, сейчас я не в ужасе Не в трепете Наоборот Я очень рад Сколько их много Потому что Очень круто Так, внутри опять что-то поменялось Смотри-ка, уже какие-то Белые мордочки волков Вот отображаются Или это может быть На моей территории И волки зашли Кстати, вот эту клетку Надо укрепить бы Похоже, я не знаю Где-то далеко Воют волки Так, а вот Самые пахучие метки Да Где я метил Там они отображены Да У вражеских волков Не отображаются Только у меня Собственно, это в описании Было написано Да Так, а это что за Иконка какая-то Странная А, это пенек Отображен Я же не сразу понял Что это такое Пень, видишь Отображен А пенек Ну, наше логово И там нора под ним Так, и остальные Соответственно, логовы Тоже так же, да Ага Это норы А это камни Я так понимаю Под камнями Ну да Там были логово Как бы В расщелинах Скал там Камней Понятно Вот Был бы смысл С этой способности Видеть Пахучие Посты Если бы я видел Вражеские Был бы смысл Да Я бы видел Что, например Ну там Какая-то клетка Если мне нужно захватить Например, вот 50% Ну, как бы Ее достаточно долго Снижать И я бы, например Увидел Что вот здесь Где-нибудь На краю Пахучий пост Я бы быстренько Пробежал Переметил его И она сразу Стала бы моей А так Свои Ну вообще Я не вижу В этом смысла Это абсолютно Не нужно Вот просто Вообще Абсолютно не нужно Я не знаю Зачем это Напишите в комментариях Может я что-то не понимаю Но это абсолютно Ненужная фигня Которая просто Засоряет экран Эти значки Они не нужны Абсолютно Я в любом месте Перемечу Дважды Пометив территорию И все И там будет Пахучий пост Новый И будет 100% клетки Так Давай попробуем Мой друг Я могу выть Раз в 24 часа И все клетки Будут Восстанавливаться На какое-то значение Давай посмотрим На какое значение Они восстанавливаются Так Вот 43 клетка 43% Здесь вот 86 Так Воем Я не знаю Каким Двойным Или одинарным Сейчас двойным Я прожал 43-86 было Да 87 стало Было 86 Стало 87 На 1% Здесь 43 Как было Так и есть Ну вероятно У этих клеток По процентику Добавилось А Возможно У этой клетки Не добавится Потому что Нет пахучего поста Видишь Она у нас Рамочка пропала На ней Что 1% обновляют Так 87 88 43 Давай одинарным Попробуем Один раз Я обычно Этим воем Не пользуюсь Замертвячку Потому что Она очень Долго Им воет Гораздо Дольше Чем Двойным А эффект Тот же Самый Нет Слушай Это абсолютно Бестолковая Бесполезная Способность Просто Бесполезнейшая Способность Как были Эти клетки По 88 Это 87 Так и осталось Это 43 Не менялось У этих По процентику Добавилось То есть Раз в 24 Часа Я вою На любой Клетке И добавляю 1% К тем Клеткам Которые Имеют Пахучий Пост Я правильно Понимаю Еще эти Дурацкие Пахучие Посты Отображены У меня Засоряют Мне Карту Я правильно Понимаю Это Даже Не то Что Бесполезная Способность Это Вредная Способность Это Чушь Какая-то Единственное А нет Там же Еще Медленнее Будут Снижаться Ну вот Единственное Может быть Медленнее Будут Падать Сила Территории Ну блин Она и так Не быстро Падает Даже На максимальной Сложности Она не быстро Падает Мой друг Это все Ерунда Все равно Будем бегать Охотиться По этим же Территориям Собственно И восстанавливать Все равно Все это По пути Можно Это вообще Не в напряг Короче Фигня Какая-то Неспособность Какая-то Полная чушь Полная чушь Просто полнейшая Да куда-то Не туда Ты полезла Я хотел волчонка Покормить Господи Даже не смог Это прервать Ей никак Они же доели уже А Ты все уже Не можешь Альф может Еще Причем Дважды еще Может отрыгнуть Так То что я отрыгивал Все волчата съели Собственно Они пошли к нему Просить у него еду Так Давай Альф Там далеко Не отрыгивай Сейчас мы Посмотрим Да Мой друг за волчатками Они сейчас успокоятся Чуть попозже Сейчас они бегают Суетятся Я должен Следить за ними Чтобы они Не потерялись Не разбежались Он бусинка у нас Достаточно далеко Они бегают за Альфом Уже еще Просит его Покормить их А он убегает Блин Ну потому что Он такой волк Постоянно убегает Так А где бусинка делась А бусинка здесь Отлично Так Нужно следить за ними За всеми Сейчас они чуть позже Успокоятся Будут около логова Будем с ними играться А потом будем Любоваться ими Так Альф Ты им все Натрыгивал Давай еще раз Они от тебя отстанут А Они уже наелись Нормально Фу Так Нормально Откормили Наших волчаток Чудесных Прекрасных Так Волчатки Идите ко мне Идите сюда Давайте здесь играться Ближе к логову Подходите А то Блин Коец какой-нибудь Подкрадется Блин Здесь плохо Кстати с этим делом Да Будет подкрадываться Я и не увижу Слушай Густая растительность Много кустов Много каких-то этих Стволов Деревьев Пней Всяких Каких-то веток Камней Стволов Деревьев на земле Поваленных Коряк Каких-то Кустов Эти Травы Высокой Блин Нереально будет Здесь увидеть Койота Заранее Просто Нереально Так Давайте 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 Все в логово Давайте Все в логово Нужно будет Во-первых Ближе Переместитесь К логову Во-вторых Я таким образом Проверяю Проверяю Таким образом Нет ли Где-то Подкрадывающихся Хищников Нужно Делать Обязательно Будет Профилактика Мой друг Значит Постоянно Нужно Детишек Загонять В логово Выгонять Загонять Выгонять Загонять Выгонять Иначе Мы их Будем терять Будем Терять Причем Много Койоты подкрадываются очень близко Я так понимаю, теперь даже не только койоты Подкрадываются очень близко, но уже все Хищники подкрадываются очень близко Ты видел, да? Если смотрел игры последние Мультиплеере с командами С главами команд Там и пума подкрадывается Просто вот обнаруживает себя уже Стоя просто на норе На логове Также с остальными всеми хищниками Так, они опять, детишки, пошли к Альфу Потому что ему есть что отрыгнуть им Альф, иди сюда Вот, молодчик, иди сюда, отрыгни им здесь Чтобы они убегали Хрен знает куда от норы Да, молодчик, пришел, умничка, Альф Ты просто красавчик, давай отрыгни им здесь Смотри, прилег Полежать Ладно, я надеюсь, ты им отрыгнешься Ты смотри, со мной решил поиграться, Альф Нифига себе Давай поиграемся с тобой, Альф В коем-то век когда-то такое было И убежал снова Так, надеюсь, детишки не побегут За ним там фиг знает куда Давай мы на них Немножко полюбуемся, пока они живы у нас Здоровые Пока их койоты не утащили Долго любоваться не будем, правда А то койоты подкрадутся Вот такой у нас клик Вот наша Мира Красавица, смотри какая Кстати, у нее будет какой-то необычный скин Это платный явно У нее, смотри, на головке какая-то Черная прядь, что ли Как это назвать-то Шерсти Личико светлое, ушки белые Носик белый А, бровки белые, смотри-ка Это что-то типа Ква Это что-то типа Ква, да Это платный скин точно Фига себе, как и красавица Вырастет, потом посмотрим Офигеем Так, а Лаки тоже какой-то необычный У нее уши белые, смотри-ка Белые уши Он вроде как серый, но Нет, 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 нет Подожди, он какой-то необычный тоже скин Это что-то платное Так, бусинка стандартный скин Это будет, скорее всего Волк-генерал Ну, кстати, логично, да В прохождении по стопам Волка-генерала Чтобы один из волчат Собственно, выглядел как волк-генерал Круто будет Белка у нас заснул А Митсук тоже, похоже, будет еще один волк-генерал Ну, я имею в виду такой же скин Два таких скина, похоже, будет Корень у нас Он такой темненький, шоколадненький Классный волчонок Так, давайте Профилактика Профилактика просто, чтобы Ну, давайте Идите ближе, это вы далеко слишком Если кто-то нападет, то вам все, крышка Давайте ближе Так, и вылезайте Снова наружу Смысл в том, мой друг, что Я не увижу койота Если где-то вот здесь будет койот Там еще на большом достаточно расстоянии Я его тупо не увижу Здесь местность, видишь, какая Он откуда угодно может подкрасться Из-за деревьев, из-за кустов, из-за этих коряк Из-за этой высокой травы Из-за этих вот холмиков Как бы я же не вижу далеко Тут везде холмами каким-то перекрыто В любом направлении Так, вот может здесь койот быть за пригорком И подкрадываться А дело в том, что Атака запустится Игра меня предупредит, что Нифига себе, они выстроились Ты посмотри на это дело Ты просто на это посмотри, офигеть Зарьевряд выстроились Так вот Атака запустится койота И я узнаю о том, что меня атакуют Только когда койот подойдет Непосредственно вблизи будет Вот так вот Буквально в 2-3 метрах Максимум метров 5 максимум От волчонка И он стремительно сразу побежит к волчонку Потому что им изменили Логику поведения Кстати, к нам олени двигаются Смотри, какое гигантское стадо оленей, смотри. Даже не надо будет на охоту ходить, а дичь сама к нам идет. Надо, чтобы эти олени не докопались до моих детей, не поубивали их. Сейчас скоро пойдем на охоту. И волчонок погибнет у меня. А когда я прожимаю им в логово каждый раз, койот идет далеко где-то за пригорком, у меня еще не виден, но он идет ко мне, игра его послала ко мне. Или так совпала его траектория движения, что он будет проходить рядом с нашим логовом, то уже запустится сразу атака, несмотря на то, что он далеко еще, и я его не вижу и видеть не могу. Уже запустится атака. Поэтому просто периодически нужно будет, да, постоянно прожимать. В логово из логова, в логово из логова. А иначе я не вижу вообще никаких шансов сохранить наших детей. Давай еще раз. Полюбуемся нашими детишками прекрасными, такая у нас будет позитивная, абсолютно позитивнейшая серия. Нет, мы не пойдем на охоту даже в этой серии, оленей там рядом, да. Мы их видели, но мы не пойдем на охоту, мы будем любоваться нашими чудесными волчатками, смотри, как. Легли, отдыхают. Они устали, наверное, да? Ну да, 26%, смотри, как быстро устали. Просто моментально покушали и устали сразу. Хотя у них, по-моему, бодрость была на полную. Сближенность у нас 100, играть мне с ними не нужно. Просто супер. И уже начинают они увеличивать свой вес. 4,5 было у самого маленького Лаки, уже 4,7. Ну, пожелаем ему удачи. Будем надеяться, что оправдается его имя. Это как-то, как-то, как-то страшно, честно говоря. Он какой-то слишком маленький. Больше фунта он... Ну, в смысле, меньше фунт. Меньше, чем на фунт всех остальных наших детей. Кроме клика. Почему-то как-то мальчикам, этим двум не повезло, первенцам какие-то маленькие. Зато остальные, смотри, здоровячки. Корень вообще самый коренастый. Плотненький волчонок, толстенький. Вот такая милота у нас. Плотненький волчонок. Да, Мира. Мира волчонок прям зачетный. Ну, кстати, на белка... По-моему, с белком одинаковые скины у нее. Ну да, там оттенки разные. Мира чуть немножко... Кстати, да, мне показалось сначала, что вроде как гром какой-то гремит. Да, действительно гром. Смотри, он видишь, тучи черные появляются. Сейчас будет гроза, дождь. Видишь, как в режиме реального времени появляется. Негатив, негатив идет, мой друг. Ну, нет, на самом деле, гроза это самое удачное время для охоты. Если гроза, дождь, значит, будет классная охота. И, как раз в следующей серии будет классная охота вот на тех оленей, которые там ходят. Да, у них одинаковый скин. У Мира и у Белка. У Белка. У Белка. У Белка. Нет, у Белка. У Белка и у Миры одинаковые скины, только немножко оттенки другие. У Миры более золотистый. Больше рыжего, а этот более светлый будет. И Митсук с бусинкой тоже одинаковые. Нет, по-моему, они не совсем одинаковые. Ну, либо, опять же, оттенок разный. По-моему, одинаковые скины. Не знаю, напиши в комментариях. По-моему, одинаковые, только, опять же, у Бусинки более рыжий скин. А у Митсук более светлый будет. Вот и все. Главное, надеюсь, что... Эта ужасная гроза охренеть, какая страшная хрень, а. Ты посмотри на это. Я надеюсь, логово наше не затопит. Охренеть. Орел летит. Подожди, 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 подожди. Ты видел, орел улетел. А, ну он там в стороне вроде как полетел. Офигеть. Страшно. Для оленей. Для оленей должно быть страшно. На которых мы пойдем охотиться, мы друг. В следующей серии. Уже их не вижу, но я не думаю, что они далеко куда-то могли уйти. К тому же мы не спали. Спать нам не нужно. Сразу пойдем. В следующей серии на них охотиться. Там волчата наши будут в логове отдыхать. Все равно им больше делать нечего. Правда, Альф? Пойдем на охоту. Иди ко мне. Где ты вообще есть? А где Альф подевался? Или он с волчатами? А, с волчатами спрятался тоже в логово. От дождя не хочет мокнуть? Нет, Альф. Придется тебе мокнуть. Придется идти на охоту со мной вместе. Блин, ну его теперь хрен вызовешь оттуда. Вот в чем проблема. Теперь можно раз 10-15 повыть, прежде чем он оттуда выйдет, а? Альф, ну давай. Ну давай, покажись. Ай, ладно. В следующей серии будем вызывать его оттуда. Ставь лайк, мой друг, если понравилась данная серия. Ставь лайк, если что-то не понравилось. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Не подписывайся тебе. Это, мой друг, неинтересно. Нет, его невозможно оттуда вызвать будет. Но мы однозначно с ним, конечно же, пойдем охотиться. До встречи, мой друг. В следующей серии. И спасибо за просмотр. Не, никак. Никак не хочет выходить. Вот сволочь. Надо, в следующей серии будем всю серию вызывать его оттуда. Пока, мой друг. Пока. Ой, смотри, с папочкой играть будет. Ааа, давай, 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 поиграем. Давай, малютка моя. Ой, смотри, еще. Ой, смотри, беленький. О, это в меня весь. Так, а что это у него за показатель? Это он кушать хочет, наверное, да? Или играть он хочет? Хочешь, поиграй? Хочешь, поиграем с тобой? Давай, поиграем с тобой. Ой, смотри, все. Ааа, смотри, хвостиками машут. Ааа. Смотри, белота какая, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе.